Продолжаем нашу беседу. Все готовы слушать? Это сложный вопрос воспитания детей, потому что есть два типа тяжелой кармы. Это карма взаимоотношений между мужем и женой и не менее тяжелая карма – это карма взаимоотношений с детьми. Причем для женщин более тяжелая карма взаимоотношений с детьми, чем семейная карма. А для мужчин менее тяжелая карма. Как вы думаете, почему для женщин это более тяжелая карма взаимоотношений с детьми? Больше привязанность. Больше привязанность означает эгоизм. Женщины очень сильно привязаны к детям, они хотят испытывать счастье от детей. И часто зачастую люди, привязываясь к детям, не осознают того, что они совершают зло. То есть они думают, что это очень хорошо – именно хотеть испытывать счастье от своего ребенка. Но это является западняемым. Почему? Потому что ребенок рождается не для того, чтобы хотеть от него испытывать счастье, а для того, чтобы выполнить перед ним свой долг. В этом заключается колоссальная разница, которую мы часто не понимаем. И именно из-за этой разницы мы потом очень сильно страдаем. Понимаете, в чем разница? Если мы хотим наслаждаться ребенком, испытывать счастье от него, то первое, что происходит сразу? Первое – сразу эффект такой психики, характера ребенка. Что происходит? Он начинает думать, я считаю, центром мира. Он начинает чувствовать, что я источник счастья. Представьте, если сейчас кого-то из вас мы здесь на пять минут сделаем хотя бы источником счастья. Все вам лопать будем. Он понравится? Ну и ребенку также. Тем более, что у детей вообще разума никакого нет. Дети сравниваются с животными. Дети – это как разум. Дети, конечно, развитее, чем животные. Но какое-то сравнение есть в этом плане. Потому что у детей развит ум. Ну, в какой-то степени развит ум. Сильно развиты чувства, эмоции. Очень сильно развиты. Интуиция очень сильно развита. И у них разум активен в зачаточном состоянии. То есть он активен только на восприятии мира. Не на работу над собой, не на победу над собой, а на восприятии мира. Разум у детей активен очень сильно, гораздо сильнее, чем у нас. Поэтому дети учатся жизни у родителей. Почему? Потому что у них разум работает на восприятии. На восприятие означает, как губка. Вот что в нее входит, из того и она состоит. Соответственно, если в губку входит грязь, то какая губка становится грязная? А эгоизм, наш эгоизм, наше желание наслаждаться ребенком – это чистота или грязь? Поэтому ребенок становится эгоистичным от того, что мать очень хочет наслаждаться. И она берет попу его. Вот это сверняет отношения. То есть это неизбежность жизни. Конечно, это так будет. Женщина не может без этого жить, это ее счастье. Она аскезы совершала для того, чтобы испытывать счастье от ребенка. Но надо бояться, надо понимать, что это опасно, надо понимать, что это будет приносить страдания, что ребенок от этого становится капризным, неуправляемым, эгоистичным и так далее. И воспитывать ребенка от этого становится тяжело. Это правда, это правильно говорить, но есть очень маленькая болезненная вещь, которую я хочу сейчас обсудить. Это то, что на самом деле воспитание означает объяснение в спокойном тоне, особенно для детей. Чем психика у человека более чувствительная, тем мягче надо с ним обращаться. Мягче означает спокойнее. Спокойнее означает без эмоций. Допустим, у женщин психика чувствительная по отношению к мужчинам. А у мужчин психика чувствительная по отношению к женщинам. Поэтому в семейных отношениях друг к другу надо обращаться очень аккуратно. Надо объяснять все очень спокойно друг к другу. Но что мешает спокойствию? Мешает то, что близкие… Мы же хотим когда близкому человеку что-то объяснять? Не прав, не когда он не прав, а когда он делает больно. Чем тут не прав? Прав, не прав – это еще неизвестно, кто прав, кто не прав. А вот когда он делает больно, тогда хочется объяснять. И когда мы объясняем, что происходит в этой эгоизме. Когда человек злится, он может с позиции разума действовать? А что включает у другого человека? Может эгоизм, агрессию, разум выключается. В результате этого никакое объяснение не срабатывает. Ты вроде говоришь, что близко не срабатывает, а в него не доходит. Хотя очевидные вещи срабатывают. А что мешает? Хочешь наслаждаться близким человеком, поэтому ты не можешь ему… Ты говоришь напряженно, раздражительно, и в результате этого он не может тебя слушать. В результате этого отношение портится. И мы тоже воспринимаем это как насилие, если близкий человек что-то не делает по отношению ко мне, как бы я хотел. Это мы тоже воспринимаем как насилие. Хотя к этому есть много причин, почему он не делает. Где-то 70% близкий человек не делает, потому что он не понимает, что так надо делать. Или потому что у него тяжелая судьба. Пришел с работы очень усталый. Жена может понять, что муж усталый с работы принял? Пришел в работу? А? Не очень. Но можно. Вы ошибаетесь. Очень мало вероятно, что она поймет. Она это не понимает. Потому что она хочет наслаждаться. Вечернее время – это время женщины. Это время ее наслаждения семейной жизнью. Это время, когда женщина наслаждается общением, отношением к семье. Поэтому ей глубоко наплевать. Усталый умер. Она просто его терроризирует и все. Она может быть и согласна, что он устал. Но это же не трудно улыбнуться. Не трудно сказать мягкое слово мне. Это не трудно? Или трудно? Для мужчины это большая аскеза. Мягкое слово сказать женщине. Не улыбнуться. Для него это очень большая аскеза. Точно такая же аскеза, как для женщины, допустим, сделать смеленный вид. Она просто это делала. Когда она отдохнула, ей хорошо. Как бы она не перенапряглась. Ничего. Все нормально. Она как раз сделала смеленный вид. Послушала мужа. Сделала очко ему. Он обрадовался. Думал, тут у меня жена исправляется. Она просто силы у нее были. Она это сделала. Когда силы нет, она не будет этого делать. Потому что нет силы. Так же мужчина, он вечером приходит с работы. Нет силы. Ему иногда тяжело бывает служить жене. Даже если он хороший человек. Ему тяжело бывает. Но женщина это понимает? Нет. А почему? Потому что она хочет счастья. Это называется привязанность. Желать счастья себе. Это называется привязанность. Привязанность просто отшибает всякий здравый смысл. Всякие хорошие черты характера отбивают привязанность. Привязанность имеет только одну вещь в себе. Это желание испытывать счастье. Все остальное стоит на втором месте. Может быть где-то подсознательно женщина может понять, что муж устал, где-то подсознательно она может понять, что не надо его трогать, но это очень сложно, потому что зачем тогда я замуж выходила? Зачем тогда жить с ним, если он вечером устал, утром он ушел? Зачем тогда жить? Выход есть или нет? Какой выход? Нет, вы ошибаетесь, одна еще хуже. Люди ждут выходных для того, чтобы наслаждаться друг другом, и они начинают ругаться. Почему? Потому что невозможно вместе наслаждаться друг другом. Наслаждать кто-то один должен кого-то. По очереди тоже сложно, потому что все хотят первыми. Поэтому выходные обычно ругаются. Они ждут наслаждения, потом ругаются. Какая у нас несчастная жизнь? Ну какой выход? Ну это какой-то выход, конечно. Знаете, выход очень простой. Если человек хочет наслаждаться чем-то, он должен сначала служить. Вот допустим, если муж приходит, надо сначала его обогреть, под душ поставить, накормить. Ну то есть служить ему, служить, служить. Вот. Заботиться о нем, выключить телевизор, сломать его. Вот. Ну что-то сделать так, чтобы мужу нечего было больше делать. И позаботиться, чтобы он насытился вот этой любовью. И он естественно, умрестно начнет отдавать. Это естественно происходит. Если он не хочет отдавать, значит он невоспитанный, надо его воспитывать, значит. В следующий раз не обращать на него внимания. Спокойно так, тоже нежно. Ну в общем, это целая наука. Мы об этом говорили. Много лекций. Сейчас я хочу перейти к детям. Вот. Та же самая ситуация. Но еще она более усугубленная, потому что, потому что вообще детям мы можем только отдавать и все. Мы не можем от них ничего желать, и хотеть, и брать. Потому что за них отдает Бог. От детей исходит такая сила, которая сама просто делает человека счастливым. Совершенно не нужно, совершенно не нужно от них чего-то ждать. Если родители ведут себя правильно, они счастливы просто от того, что дети у них есть. Что они у них существуют. Этого достаточно. Это дает очень большое счастье. Просто от того, что они есть. И все. Надо, чтобы они были там теми-то, теми-то или теми-то. Просто, что они есть, и они уважают. Вот две вещи. Что они уважают тебя, и что они есть. Этого достаточно, чтобы быть счастливым. Так устроила природа. Родителям много не надо. Но некоторые родители хотят много. Они, во-первых, что... Ну и все, что они хотят от детей, это рушит их жизнь и рушит возможность детей быть счастливыми. Ну, допустим, я могу определить, чего нужно ребенку для того, чтобы он развился как личность хорошо? Я могу определить? Да, его предосположится и наклонность его, как бы, то, как он будет жить. Могу я определить? Да. Для того, чтобы эксперимент ставить, надо сначала научиться быть непривязанным к тому, кем он будет. Для того, чтобы эксперимент ставить, надо сначала стать таким человеком, который бы спокойно отнесся ко всему. Да, то есть надо готовиться к ребенку. Не то, что у нас будет ребеночек, и мы вот будем это, это иметь, и это надо... Надо думать, у меня будет ребеночек, и я рада просто, что он есть, и я рада, что он тот, кто он есть. Понимаете? А не тот, что я хочу этот. Просто рада тому, что он есть, и что он вот такой. А какой он... Всякое бывает. Дети уродами рождаются, дети рождаются не такими, как мы хотим, часто. Что получается в результате? Если родители привязаны не просто к тому, что у них ребенок родился, они еще привязаны его сделать кем-то, то они ребенка делают просто уродом. Или уничтожают свою жизнь и... рассказать историю, которую я обычно рассказываю. Один известный довольно вот здесь вот, вот здесь вот, это почнавский человек, духовный учитель. Он тоже маленький. И у него, когда он жил, в юности был такой интересный случай. Он жил на Дальнем Востоке, и соседи воспитывали сына. Он ходил с детства заниматься техникой, там ему нравилось с машинками играться, но из него хотели сделать инженера. И поэтому отдали его в такую школу специальную и все прочее. Он там плохо учился, родители замучились из-за этого с ним. Он капризничал, стал очень капризным, хотя он сначала был нормальным ребенком. Из-за того, что его мучили, хотели из него что-то сделать, и он просто стал очень нервным. Потом, в конце концов, его отдали в институт с руганью, там, со взятками. Он там немножко проучился, бросил его с горя, то, что он, его все это время сильно прессовали, с горя, что его прессуют, и что он не может быть как все. Он начал пить. Потом родители опомнились, отдали его водителей. Вот он хоть и начал работать тем, ну, как бы, по своей старости, он уже сломался как личность. Так он начал спиваться постепенно, и его, как бы, ну, выкнули за работом, транспортного депутата. Поэтому он начал менять работы, и к этому времени он начал уже бить свою мать. Закончилась эта ситуация тем, что мать стала очень больным человеком, а он выбросился в белой горячке со второго этажа и погиб. Правильная история, нет? Такой крайний случай, но этот случай показывает кое-что. В детях есть такое утверждение, что разум человека изменить невозможно. Он в какой направленности идет, такой будет идти все же. Или его можно, его просто можно остановить. Вот как поезд, допустим. Что с поездом можно сделать? Можно сломать рельсы, то есть он будет стоять. Так? Можно его назад пустить, но можно его свернуть с рельсов или нет. Также есть четыре, как бы, способа, четыре направленности жизни у человека. Четыре направленности жизни. Первое – это наклонность, это конституция разума. Четыре конституции разума. Первая конституция – наклонность быть ученым. Он награждает сам во детство. Что он хочет, такой человек? Бизнеса хочет, нет? Нет. Он мастерить хочет? Нет. Он с кем-то драться хочет, футбол играть хочет? Нет. Что он хочет? Он спрашивает, а это зачем, а это зачем? У всех детей какой-то период, такой период есть, когда дети все спрашивают, но у этого ребенка этот период никогда не заканчивается. Он постоянно все изучает, спрашивает, он любит один сидеть, все изучать, он любит такую деятельность на изучение направленное. И он склонен объяснять тоже всем все. У него выражены такие черты характера, как правдивость, желание дать знания людям, желание самому все изучать. у него развита и они обычно конструкции такой слабой, то есть у них развиты мышцы, развита способность защищать себя от... Допустим, такого ребенка раз побили, отец думает, ну что, моего ребенка бьют, надо отдать его бокс. В боксе его еще больше там бьют. И совсем его плохо ему стало. Ну, тут у меня ребенок какой-то уродливый родился. Непонятно, что из него можно... Ну, он разочаровывается, он начинает воспитывать ребенка, тренировать, пытаться, а он вот хилый, как будто так и остался. Папа, я хочу математику учить. Математику ты и так учишь нормально, мне надо самбо заниматься. Как обычно родители, как обучаются у детей в школе, допустим. Вот, допустим, есть 10 предметов. Только хорошо идет литература. Ну, и так хорошо идет. Значит, куда надо нажимать? Там, где плохо. То, что отстает, туда и нажимаем. А это что означает? Означает биться головой к стену, не в дверь выход идти искать, а головой к стену биться. Беды говорят, что надо ребенку давать возможность расти туда, куда он растет. Как цветок, допустим. Если раскрывается красный цветок, что его надо покрасить синий? Разве он красным не может быть красивым? Или раскрывается синий цветок, что его красным надо красить? Красим. Спасибо. Родители уничтожают свои дети. Родители уничтожают свои дети. тарапки, психика рушицы. Почему всякое бывает? Они любят, но у них свое общение, они хотят изучать все первого типа. Они хотят изучать, дать возможность. Они могут, допустим, углубляться в физику, в химию, в математику, в литературу, неважно. У каждого такого ребенка будет свои наклонности. Может даже в технические науки он будет углубляться, но его идея изучать. У него склад характера такой, больше теоретического плана. То есть, надо знать, как происходит. Он докапывается до того, как все устроено. Гармоничная развитая личность это труп. Самый гармоничный развитый, не все одинаково уходит. Ну вот тоже гармоничный развитый. Самый лучший способ сделать гармоничную развитую личность это нажимать на те предметы, по которым тройки. Значит, будет и по остальным тройки. Почему? Потому что у человека отшибут всякое желание учиться. Потому что что такое желание учиться? Что это такое? Желание учиться это деятельность разума. Желание учиться это деятельность разума. Разум способен действовать только в сторону счастья. Он не может действовать в сторону аскеза. Разум всегда должен действовать туда, где вдохновляет, где есть вдохновение. Ну, допустим, вам предлагается, допустим, вы мужчина, вам предлагается развиваться в сторону мытья полов или в сторону забивания гвоздей, что вы выбираете? Вы же мужчину, что? Женщина отвечает, да. Забивает гвозди, а почему? Вдохновляет, да? Вдохновляет, да? А полы вдохновляют? Женщина это понимает, что мужчин не вдохновляет полы мыть? Женщина это понимает или нет? Да? Вы думаете, что да? С трудом-с. С трудом-с. Почему? Потому что когда самой лень полы мыть, то пусть муж поет. Но у него не работает в этом направлении мозга, понимаете? У него по-другому психика устроена. Понятно. Санатизма некачественна. Просто одну полоску сделать вдоль зала и все. Это все понятно. Лишь бы полы были чуть-чуть чистые, посвежее. Ну, я понимаю, почему. Да, по центру одну полоску сделать. Конечно, конечно, попросить. Да, как помощь. У него это будет большая скеза, но он помоет, конечно. Нормально? Почему нет? Бывает, нравится. Ну, я говорю просто как примет. Большинство мужчин не нравится полы мыть. Или что-то женское, допустим, нравится, кому-то картошку нравится чистить. Ну, допустим, другое что-то чистить не нравится, понимаете? А женщины, они больше к этому знакомы. Просто я при чему такой пример привел? Потому что очень трудно нам понять детей. И очень трудно мужчине, женщине понять. Женщину, потому что женщина, мужчина. Потому что мы все разные, понимаете? И в этом заключается проблема. И поэтому самый лучший способ воспитания это дать человеку возможность самому развиваться. Вот как самый лучший способ к женщине относиться? Дать ей возможность развиваться самой. Просто заботиться о ней, служить ей. И куда ее пойдет, развитие в какую сторону, так и пускай идет. Откуда мужчине знать, что женщине делать? И очень ему очень трудно это понять. У нее другая психика. Точно так же с детьми. Надо дать поливать цветок. Поливать означает вдохновлять действовать, активно жить. Ребенка куда-то тянет? Пожалуйста. Пускай в этом направлении действует. Просто есть четыре вещи, которые надо стараться ограничивать. Желание излишне кушать. Желание излишне спать. Желание капризничать. И желание... ...манывать там, длиться. Ну то есть... ...тоже надо это стараться. Ну как, понимаете, все эти вещи, они ограничиваются с помощью того, что родители сами действуют правильно. Но мы об этом еще позже поговорим. Сейчас мы вот эту тему раскроем. О том, как надо прилагать вектор усилий для воспитания ребенка. Это очень важно понять, потому что многие просто вообще этот вопрос не понимают. Надо понять, что первое, что нужно сделать для себя, это понять, признаться себе, что я не знаю, кто он. Тот человек, который родился у меня, я не знаю. Хотя вожделение наше подсказывает, что я его как облупленного знаю. Я знаю точно, что ему надо, кем он будет, я все это знаю. Но на самом деле это обман. Это самообман. Так действует ваше желание наслаждаться ребенком. Вам кажется, что вы все знаете, но на самом деле вы ничего не знаете про него. Потому что он вам выдает что-то необычное. Второе, что не нужно... И когда человек так настроен, он способен понять ребенка тогда в этом случае. Он тогда способен понять, как мы понимаем детей. Вот куда их ведет, такие они и есть. Надо вот так этим руководствоваться. Надо быть способным ориентироваться в ситуации, которая уже происходит сама. Но ребенка куда-то ведет, и надо это взять. И надо ему помогать идти туда, куда ему хочется. Надо помогать ребенку раскрываться. Надо в нем активную жизненную позицию раскрывать. Понимаете? А это очень сложно на самом деле. Потому что, допустим, если в семье родители привыкли наслаждаться друг другу. Не служить друг другу, а наслаждаться. Будет ребенок хотеть что-то делать или нет? Нет, он будет очень инертным. Он будет приходить домой, чем он будет заниматься? Он будет наслаждаться. Каждые периоды жизни свои наслаждения. Сейчас дети любят компьютерами заниматься. Раньше там дети бегали по улице. И еще когда-то дети еще что-то делали. Конечно, лучше бегать по улице, чем компьютер. Потому что, когда дети компьютерами занимаются, они дистрофеют. У них болезни развивают всевозможные. То есть, они... Ненормальное развитие идет. Почему в такая сильная тяга наслаждаться чем-то у детей? В чем причина? Потому что родители тоже дома хотят наслаждаться. Они не хотят работать над собой. Почему ребенок должен упахиваться, работать над собой, там уроки какие-то учить? А папа с мамой там всегда... Так, вот так, вот так, вот так. Ты математику выучил? Какой тоже за компьютерами сидит? Ага. Ну, это же все идет просто от родителей. Как родители настроены, так и дети будут настроены. Почему они должны упахиваться? Родители должны наслаждаться дома, а дети упахиваются. Ребенок же не видит, что родители работают там где-то. Он видит, как они дома себя ведут. Муж что-то должен делать дома. Муж вообще-то должен духовной практикой заниматься. Это основная его деятельность вообще в семье. Между прочим. Потому что это главный в семье. Глава семьи не означает, тот, кто на диване лежит, берет в потолок, понимаете? Глава семьи означает, тот, кто работает над собой. А если наоборот, значит... Это духовная практика. А мы уже говорили на эту тему. Надо вам просто лекции наши изучить. Давайте не будем сейчас «если» говорить, потому что «если» означает «я хороший, а он дурак». Это понятно, это понятно все. Как мы относимся друг к другу, уже ясно. Затем нет никаких вопросов, давайте мы подумаем сейчас о детях. Очень важно понять, что я картинку недавно... У нас на сайте, мне на сайте видит одна картинка, если в юмор вы зайдете, там есть картинка для изучения, как воспитывать детей. Нарисован муж и жена, и они вот так пересекаются одним глазом. Один глаз, так пересечения, кусочек рта, кусочек носа. И вот это пересечение, оно падает вниз из картинки, там дырка остается, и пересечение падает вниз, и там из него ручки, ножки вырастают. Получается ребеночек. Очень мудрая вещь. Очень мудрая вещь. Потому что психика ребенка формируется в условиях отношений между мужем и женой. Психика ребенка не формируется просто... Она не может формироваться в внутренней среде матери или внутренней среде отца. Она формируется между ними. Допустим, между родителями мать, допустим, чувствует... Нашла себе не очень, не самый лучший вариант, могла бы лучше найти. Допустим, она так чувствует, что... Далко, что я за него замуж вышла. И ребенок в этой среде развивается. Он недоволен, не удовлетворен своими родителями. Ему они неприятны в этом случае. Если, допустим, жена не считает мужа старшим, ребенок тогда никого не будет считать старшим. Он будет самым главным в семье. Жена старше мужа, значит, что ребенок старше жены. А жучка еще всех старше. А самый старший в этом доме будет таракан. Потому что если женщина, она считает себя главнее старшей в семье, это значит, что она вот такую систему дает. Ну, то есть все, кто имеет меньше развитый разум, те будут пытаться быть сильнее. Потому что есть две вещи в психике. Есть ум и есть разум. Разум это штука, которая действует только определенным образом. Она дает человеку возможность достигать чего-то. Разум это основа психики человека. Это основа нашей судьбы. И она дает возможность чего-то достигнуть в жизни. Есть ум, который может все знать, все изучать. Он много чего может. И у женщины ум 6 раз сильнее, чем у мужчины. И женщина, она больше понимает, больше видит, больше знает. Но она не может сама себя заставить куда-то двигаться вперед. И очень сложно. Нужно, чтобы кто-то ее вдохновлял. Если она не подчиняется мужу психически, значит, она найдет другого человека, кто ее будет вдохновлять. Но в этом случае в семье все будет разваливаться. Потому что мужчина, как флагман в семье, он должен идти вперед. Но для этого его надо поливать. Ему давать развитие именно правильным отношениям. Потому что если женщина неправильно относится, она его задавливает. То есть он становится все слабее и слабее психически. Это происходит просто подсознательно. В такой семье, значит, дети тоже будут себя чувствовать главными. Теперь, у женщины в 6 раз чувствительнее психика. Поэтому мужчина должен всегда очень аккуратно обращаться к жене. И уважение мужчины, уважение женщины означает послушание. Уважение мужчины означает способность нежно и чутко относиться к жене. Если мужчина чутко не относится к жене, это значит, что он ее не любит. Потому что желание наслаждаться женщиной как раз дает такой грубый стиль. Женщина командует над ней, пытается ее как-то заставить делать так, как он хочет. Это означает эксплуатация. Это не означает любовь. Любовь, как мы говорили, противоположная вещь. Чутко, заботливое отношение. И способность смиренно относиться к недостаткам женщины, к капризам и так далее. Если мужчина не уважает женщину, что происходит в этом случае? Ребенок вырастает с каменным сердцем. Ему на всех наплевать. Ничего с этим не сможете сделать. Вы можете его обвинять в том, что у него каменное сердце? Можете. Но это не работает. От этого ничего не поменяется в вашей жизни. Так, если вы не склонны что-то изучать дома, вы не склонны работать над собой, ребенок тоже не будет ничего изучать. Если вы не склонны вставать рано, ребенок тоже не будет рано вставать. Если вы не склонны соблюдать режим питания, ребенок тоже не будет его соблюдать. Если вы не склонны уважать друг друга, ребенок, значит, будет безобразно развиваться. Самые главные черты характера личности какие? Способность слушаться дает возможность развивать разум. Способность слушаться развивает разум. И еще что развивает разум? Еще разум развивает... Ой, способность любить. Почему-то относиться к другим другим другим. Деликатность это признак разума. Два признака разума. Послушание и деликатность. Послушание дает кто ребенку? А деликатность кто ребенку дает? Два проявления разума. Послушание дает ребенку смирение, дает ребенку терпение, способность выслушивать, способность понимать, как жить правильно, способность работать над собой. Все это дает послушание. Это все от матери идет. А способность правильно вести себя в обществе, способность уважать других людей, способность их терпеть рядом с собой, способность объяснять другому человеку, как правильно жить, нежным голосом, спокойным. Это дает ребенку отец. Через свое поведение. Через свое поведение. Таким образом, если отец идет грубо с матерью себя, то ребенок не вырастет деликатным. Он не сможет никому ничего объяснить. Это значит, что у него в обществе дверь закрыта. Если он приходит, допустим, к каким-то серьезным людям в обществе и грубо начинает с ними разговаривать, что дальше произойдет? Я ему скажу. Пока, браток, пока. Вот, если человек не может подчиняться, что с ним произойдет? Тоже самое, пока. Сколько высших образований надо иметь, чтобы устроиться хорошо на работе? Да хоть тысячу ты имеешь. Если у тебя нет послушания и деликатности, ты не сможешь нигде устроиться, потому что это главное, что есть у человека. Это признак его разума. Даже есть люди, которые вообще не имеют квалификации в какой-то специальности. Допустим, Веншиков с Петром Первым, который был. Что, у него была какая-то квалификация, что ли? У него были два качества всего. Способность уважать старшего, то есть Петра первое качество. И способность деликатно с ним разговаривать. Все. Из-за этих двух качеств он стал предмонителем очень серьезным. В том, что он вырос на самый высокий уровень. Вот у нас кто самый высокий в обществе? Те, кто находятся рядом с президентом. Вот представьте, ободранный парень совершенно вырос до такого уровня, что стал рядом с президентом страны. Как это возможно? Только из-за его разума. Так работает разумность. Разумность означает отношение между матерью и отцом. Вы пришли послушать лекцию по воспитанию детей. Это самое главное. Отношение между матерью и отцом. Самое главное воспитание детей. Как надо гонять ребенка, куда его отводить, как его хранить. Отношение между матерью и отцом – это самое трудное в жизни. Поэтому самое трудное дает самые большие плоды. Всегда так бывает в нашей жизни. Следующее. Даже если отношения между матерью и отцом очень хорошие, но родители очень сильно привязаны наслаждаться ребенком. Результат тоже плохой. Ребенок вырастает эгоистично. И в нем разум не раскрывается в этом случае. Почему? Потому что родители должны понять, зачем родился ребенок в их семье. Зачем рождается ребенок? Мы отдаем долг свой, жизни. Где-то говорят, что если, допустим, семья создалась, но в этой семье не заводится ребенок в течение семи лет, то эта семья начинает идти к деструктивным процессам. Даже если люди сильно любят друг друга. Даже если у них все хорошо. Некоторые люди у нас думают, у нас так хорошо, зачем нам нужны дети? А вдруг у них родится или еще что-то? У нас места мало в квартире. Зачем нам нужны дети? Они думают, не нужны. И они живут и живут друг с другом. Проходит 6 лет, проходит 7 лет. Что наступает? Сильный разлад. Депрессия у кого-то из семьи. И начинается развал семьи. Причина почему? Потому что веды говорят, семья создается только для того, чтобы отдать свой долг перед детьми. Нас как думают? Мы как думаем, что семья для секса создается? Для того, чтобы мы наслаждались друг другом. Тайская изба. Фиг вам. Занятие сексом – это подготовка к зачатию ребенка. Когда люди сексом занимаются, они копят психическую энергию, необходимую для зачатия. Если они не хотят зачинать ребенка, то эта энергия потом оборачивается против них. Она дальше уничтожает их жизнь совместную. И психика рушится от этой энергии. Особенно это касается женщины. Если женщина не зачинает ребенка, она начинает звереть в семье. Она бросается на мужа, становится очень неудовлетворенной, злой. Как овчарка. Она так киска, женщина вообще попрыгла. Но когда она не зачинает долго ребенка, она как овчарка становится. Гавкает, бросается на мужа. Страшное дело. Нет детей. Поэтому есть два способа иметь детей. Какие два способа? Первый способ – зачать. Второй способ – злой. Люди не понимают, что это второго способа. Они думают, что не зачали, значит, не положено. Почему не положено? Семья есть, должен быть ребенок. Бастер. Другого закона нет. Есть еще один вариант. Если семья посвящает себя обществу полностью, контролирует свои чувства, занимается самоконтролем, занимается, ну, пофактически, как монашеская жизнь. Тогда можно не зачинать детей. Если родители полностью отданы обществу, они служат обществу, заботятся обо всех, не думают о себе. Это – тогда можно жить без детей. Проблем. Как, допустим, Ленин. Они посвятили себя обществу. Поэтому не обязательно было иметь детей. Но мы не все такие, понимаете? Нам хочется своей жизни. Раз хочется своей жизни, значит, надо заводить детей. Или, и, или, в скобках, и, уценивать их. Как определить, сколько детей нужно иметь? Не говорю правильно. Это очень просто определить. Когда муж бросается на жену, секса сильно хочет, мучает ее, это значит, что от нее там так, какая система-то вообще, как это работает. Вот это следующим образом. Психика у женщины, половые центры, они имеют горячую природу. Они жгут, обжигают сильно. У мужчин холодную природу. И когда женские психические центры соприкасаются с мужскими, то они прожигают в них дырку. И у мужчин крыша едет, дом стоит. Он начинает бросаться на женщин. Лично думает, я ничего не делал. Чего он лезет ко мне? И там, как это все происходит? Очень много душ висит в пространстве, желая воплотиться. И они, эти души, привлекаются энергией женщины. Они давят на нее, на эту энергию, вызывают у ней расцветание. Когда женщина созревает психически, она контактирует с этими душами. Происходит у них гормональная активность, начинает повышаться энергетическая. И когда у мужчины крыша едет, то эта душа, она воздействует на женщину, но входит она в семя мужчины. Когда она входит в семь мужчин, у мужчины появляется безудержное половое желание. У него крыша едет, он хочет сексом заниматься. И во время полового акта душа попадает в семя, потом она движется дальше, с семенем она движется и попадает в сперматозоид. Да нет, не в яйцеклетку она попадает. Получается облом уже седает. У душе облом получается. Она вроде хотела уже воплощаться, там замкнутое пространство. Так очереди стояла, давила на мозги жене, потом мужу. И так много... И потом она, нет, не в конец, опять в начало. И опять ждет потом. Опять давит на мозги. И когда рождается ребенок, то у женщины меньше вот этой половой энергии остается, которая вдохновляет мужчину бросаться на жену. Вот. Но если он бросается, значит нужен еще один ребенок. Нет, вот если вы ошибаетесь, то есть определенное количество детей успокаивает мужчину. Он уже не бросается, а просто желает. Вот если его желание становится контролируемым, понимаете? Это значит, что уже достаточно. А если жена бросается? Если она бросается, значит, и более надо ребенка звонить. А? Ну, соседку. То есть, на кого она бросается? Ну, ладно, мы отвлеклись. Итак, вы поняли, да, сколько надо иметь детей? Что? Хочется возвышенную душу когда? Когда не бросаетесь на жену? Контролируйте свои чувства? Развивайте себя. Чего нет? А что? Так я вам и отвечаю на этот вопрос. Я вам говорю, вы развивайте, контролируйте свои чувства и бросайтесь на жену. Чтобы возвышенную душу иметь, надо самим стать возвышенной душой сначала. И в зависимости от того, какая энергия вас соединяет, мужчину и женщину, такая душа и придет. Если мужчина очень сильно похотлива к жене относится, значит, и похотливая душа придет. Если поменьше, значит, поменьше. Понимаете? Ладно, вы не задавайте такие вопросы. Совсем огорчитесь. С лекцией печальными уйдете. Лучше поговорим о воспитании детей. Итак, первый тип разума – это ученые. Второй тип разума – это правители. То есть, ребенок рождается таким. Он склонен совершать насилие над семьей. Склонен командовать совершать насилие. Первый тип, эгоизм первого типа в чем заключается? Дети маленькие, они очень эгоистичны по природе. Кажется, что они такие все разумные. На самом деле, они разумные, они очень эгоистичны. У них есть разум, они воспринимают мир очень разумно. Нам так воспринимать, как им мир далеко. Они учатся в этой жизни. В этом их разумность, несомненно, заключается. Но они при этом не могут дифференцировать, чему учиться, чему нет. Им очень трудно это делать. И первого типа дети, они рождаются эгоистичные в том, что они замыкаются в себе. Они очень замкнутые. То есть, они как бы занимаются своими делами, но на остальных им на всех наплевать. Если они могут, допустим, кого-то научить тому, что они выучили, им это интересно. А все остальное им как крова не расти, понимаете? Второго типа дети, когда рождаются, они склонны к насилию очень сильно. Они хотят всех себе подчинить. Они такие деспоты немножко. Они пытаются все по-своему сделать, командовать, пытаются всем руководить везде и так далее. И они склонны также защищать тех, кто им подчиняется. Если кто-то с ним дружит, они защищают этих людей тоже. То есть, это означает второго типа управляющие правители. Эти дети склонны изучать потом по дальнейшему ее респонденцию, склонны изучать управление делами, политику склонны изучать, склонны менеджмент изучать и так далее. И они склонны воспитывать в себе хорошие черты характера. Эти дети, которые рождаются учеными, они больше всего склонны в себе воспитывать хорошие черты характера. И надо в этом направлении их развивать, соответственно. Но вот, допустим, наша образовательная система, в ней есть вот это вот развитие в себе хороших черт характера. В ней предусмотрены такие предметы или нет? Нет. Наша образовательная система развивает что у детей? Только ум. И все, разум она не развивает. Но первого типа людей означает разум. Развитие разума, все типы людей означают практические вещи. Поэтому первый тип людей, куда их надо отправлять? Их надо отправлять учиться в какие-то духовные семинарии, еще куда-то, туда, где дети бы развивались в плане духовности. Это им крайне необходимо. Они будут очень сильно радоваться этому. Второго типа детей надо отдавать в какие-то достаточно интеллектуальные кружки по боевым искусствам и так далее. Чтобы, ну да, чтобы и бывают такие тренера, которые нравственность, культуру в детях развивают, которых там боевыми искусствами занимаются. Это же целая философия такая глубокая. Это философия людей, которые второго типа имеют. Дальше. Я сейчас о девочках отдельно буду говорить. Вот. Приехал к вам издалека. А вы не хотите послушать. Значит, так, да, третий тип это дети, которые склонны заниматься менеджментом, то есть, заниматься бизнесом вернее. То есть, бизнес означает зарабатывать деньги. То есть, поймите разницу между управляющими, правителями и теми, кто хочет зарабатывать деньги. Поймите, очень колоссальная разница. Потому что, если правители начинают зарабатывать деньги, они дискредитируют себя полностью. То есть, они становятся негодными людьми. Они теряют хорошие черты характера. Правитель не должен думать о своих деньгах вообще. Ему столько, сколько надо, придет по судьбе. Ему заплатят. Это не проблема. Правитель должен думать о людях. Он должен защищать всех учиться. Он должен развивать в себе способность служить обществу. Защищать законное общество и так далее. А бизнесмен должен думать о том, как зарабатывать деньги. Но он тоже не должен зацикливаться на этом. Он должен развивать в себе способность отдавать эти деньги. То есть, он должен щедрость в себе развивать. Но дети, которые рождают склонны к бизнесу, они чем занимаются в детстве? Они копят марки, еще что-то. Они склонны копить, склонны меняться, склонны торговаться и так далее. Они склонны к общению. Эти дети, допустим, те люди, которые склонны быть управляющими, они очень имеют склонность работать над собой. Они очень склонны тренировать себя, закалять, допустим, аскезы какие-то совершать. Те дети, как первого типа, они склонны очень учиться, развиваться. У них характер все развивают. Вот таким образом, с помощью постижения знаний. А второго типа, они развивают все характеры, закаляя себя как личность. То есть, закаливание, гимнастики всякие, боевые искусства и так далее. Они склонны работать над собой. Те дети, которые рождаются третьего типа, бизнесмены, они склонны развиваться в обществе, в общении. То есть, они постоянно изучают, как дружить там. То есть, у них соотношения интересуют между людьми очень сильно. Они сильно развиваются в отношениях. И четвертый тип детей, это дети, которые склонны к творческому труду. Эти дети, они с самого детства любят что-то делать, мастерить. То есть, они там или с куколками, там или с конструкторами, там или с чем-то там, с танками, с самолетами. Они любят играться вот в такого типа. И четвертого типа дети, они склонны быть независимыми в жизни. Они хотят себе покоить, чтобы у них все было хорошо. И это их недостаток, это то, что им мешает жить. Они хотят уголок своих жизней. А они должны научиться трудолюбию и послушанию. Должны учиться слушаться старших и трудиться с любовью. А второго типа, то есть, третьего типа, вот те, которые торговцы, они должны научиться чему? Они должны научиться щедлости. И дети, которые второго типа, которые управляющие, они должны научиться заботе о людях. А первого типа дети должны научиться быть честными и сострадательными. Они должны честными быть, знания изучать честно и отдавать его. Сострадать, отдавать знания. Понятно, да? Для того, чтобы развить эти характеристики в детях, они в школе развиваются эти вещи? Нет. Для этого надо дома это делать, надо развивать детей дома, надо давать им это развитие. А все эти предметы, физика, химия, математика, они как развиваются? Вот куда несет ребенка, то пускай изучает. А все остальное понемножку, понемножку. Самое главное не мотивировать ребенка оценками. Это самое ужасное, что есть только в воспитании. Если понимаете, есть два способа действовать. Есть деятельность ума, есть деятельность разума. Если, допустим, ребенок думает о отметках, у него что развивается, ум или разум? Ум. И это самое ужасное, понимаете? Потому что ребенок не думает о том, как выучить предмет. Он думает о том, как получить пятерку. Заметьте разницу. В результате ему надо записочки писать, шпаргалочки писать. И у него развивается кратковременная, быстрая память в результате. Он быстро все запоминает, завтра у него все вылетрилось из головы. Понимаете разницу? То есть ничего не запоминается, ничего не учится на самом деле. Почему? Потому что на мотивации идет, на отметку. Но если ребенку, допустим, давать возможность постигать истину, то есть если, допустим, родители объясняют, вот физика нужна для того, чтобы вот это вот это. Если родители сами хорошо это понимают, конечно. Они ребенку дают какое-то вдохновение что-то делать. Но опять же, надо вдохновлять ребенка на то, что ему нравится. Допустим, ребенку стихи нравится читать. И вместе с ребенком там читать стихи по вечерам, допустим. Вдохновлять его что-то изучать. Допустим, если ты вот это познаешь, изучишь, ты вот станешь мудрым человеком. Он начинает учить это. Ему нравится. Он двигается в этом направлении. Это называется развитие разума. Человек может вдохновенно учить физику, химию, биологию, все что угодно. Почему? Потому что, он говорит, мне это нравится. Это значит, что его разум двигается в этом направлении. Это то, что ему очень сильно пригодится в жизни. Как определить, что ребенку что-то пригодится в жизни? Это значит, что ему это сильно нравится. Понимаете? Если ребенок чувствует, ему тяжело это учить, или плохо, пускай он учит понемножку. Потому что те предметы, которые тяжело учить, они помогают человеку потом. Вот, допустим, человек развился как личность, но ему трудно знать языки. Но ему надо работать, допустим, или изучать что-то за рубежом. Ему все равно придется выучить английский язык. Но какие-то базы, какую-то базу надо заложить. Вот, допустим, это про меня касается. Мне очень тяжело иностранные языки давать. Все очень тяжело. Но мне надо было изучать на английском языке что-то. Я просто заставил себя его учить. То есть, я такие аскезы совершал, но это было уже в зрелом возрасте. Понимаете, в зрелом возрасте. А в детском мне тяжело учить. Я бальными танцами занимался. Я английский язык так сдал. Я станцевал там. Устроили там мероприятие. Кафедра английского, вообще иностранных языков. Устроили мероприятие такое праздничное с английским языком. И там надо было какие-то номера показывать. Я там станцевал, бальные танцы, и мне поставили четыре. Я так учил английский язык. У меня не было способностей к ним. Мне очень трудно было. Но когда он мне понадобился, я просто начал изучать с огромной решимостью. Выучил там все, что мог выучить. Сейчас, конечно, я его плохо знаю. Но так иначе, то, что мне нужно, я знаю. Поэтому идея в чем заключается? Если человеку что-то нужно будет в жизни, он сам выучит. Понимаете, это не проблема. Математику, химию там выучить. Это не проблема. Главное, чтобы в ребенке развилось желание двигаться вперед. Желание что-то изучать, постигать, добиваться чего-то. Понимаете? А это, чтобы это развилось. Здесь нужна определенная вещь. Для этого нужно, чтобы семья такой была. Бывают гениальные дети. Что это значит гениальные дети? Мне, допустим, алканавты. Или они ругаются постоянно. Или они вообще непонятно чем занимаются, что делают. Но ребенок, он не как все. Он просто своей жизнью живет, развивается. Это называется гениальный ребенок. Понимаете? Так очень редко в жизни бывает. В основном дети живут так же, как родители. Гениальный ребенок означает, что он выпадает из среды. Он создает свою собственную среду и в ней живет. Он прорывается своими силами вперед. Это очень редко бывает. В основном дети живут как родители. Точно так же. Это как благословение. Дар Бога. Это не оценивают родители. Они не ценят это обычно. Они не понимают, что у них гениальный ребенок. Ну, например, пример такой приведу. Мама с сыном ко мне пришла на прием и говорит. У меня такой дурачок растет вообще. Я говорю, а что? В школу учиться не хочет ходить. То ему не интересно, то не интересно. Целыми днями шары дерет. Я говорю, а что он делает-то? Да, он говорит, сборная города по хоккею. Ну, че себе. Рванец растет. В 11 лет сборная города по хоккею. Представляете, насколько гениальный ребенок? Она не понимает этого. Ей кажется, что он дурачок у них. Но он не дурачок. У него очень четко направленный разум развивается в этом маленьком молодом возрасте. Но он отсекает все, что ему не нужно. Он делает только то, что ему нужно. И не очень решительно это делает. Это с кем-то днем. Гениальные дети, они могут не знать. Допустим, по-моему, у Эйнштейна, по-моему, там тройки были. По литературе, по физике. Понимаете, просто гениальные дети, они просто в своем направлении двигаются. Но там бывает очень редко. Не надо думать, что у вас будет имя такие. Есть ли у детей признаки такие? Это значит, что... Понимаете, дело в том, что не всегда ребенок открывает свой тип сразу. То есть его надо развивать в этом направлении. То есть вообще часто где-то 50% детей рождаются именно размытыми. Они ничего не хотят в жизни. Почему это? Потому что мы размытые. Так как мы не работаем над собой, живем такой жизнью слишком легкой. То есть не сильно заботимся о том, как развиваться. И дети у нас тоже рождаются в низклистском желании большом развиваться. И поэтому они не раскрываются как личности. Они не знают, что им делать. Они не знают, что им хотеть. Это значит, семье надо начать развиваться самим родителям. Это вдохновит детей развиваться. Если ребенок не знает, что ему делать в жизни, то если он сам это понял, что он неудачник, что он не знает, что ему делать в жизни, то он должен этот ребенок сам делать то, что ему судьба дает. Допустим, он выучился в школе, ему судьба говорит, вот здесь работаю, он туда идет. И надо учиться бескорыстно, работать с любовью. Потом говорит, нет, вот там надо работать, он туда идет и так далее. Часто дети меняют, допустим, часто дети на ощупь идут. Они не чувствуют, но у них желание есть развиться. И они то в одну секцию, то в другую, то в третью, то в пятую, то в десятую. Это нормально. Не надо ребенку мешать менять кружок какой-то. Вот он туда пошел, был немножко, в другой пошел. Не надо думать, что он бестолковый ребенок. Это просто поиск идет. Человек ищет, он пытается нащупать, что ему интересно. Это нормально. Надавать ребенку возможность туда и сюда, куда бы он ни пошел, без деда, надавать ему дорогу. Это очень важно. Постепенно он найдет себя. Наступит момент, где-то он останется. Но если ребенок не имеет хорошей основы, то он даже там, где ему интересно, он может с ней остаться. Просто потому что лень заниматься. Понимаете, это зависит от той энергии, которая в семье у вас находится. Если в семье ленивая энергия, родители наслаждаются жизнью, они хотят работу нас обудить, тоже будут ленивыми. В чем разница? Наша система обучения, она отбивает всю охоту. Вы знаете, есть система, есть система, а есть личности. Вы просто должны понять, что кроме системы, есть личности. Если вы, допустим, стремитесь к диплому, чтобы ребенка обучить так, чтобы у него было имя. Он учился там в такой-то консерватории, в таком-то месте, в общем, с такого учителя. Это называется обучение в страсти. То есть вы не получаете обучение нормального, вы получаете просто то, что ребенок имеет имя. Но, бренд, да. Но, на самом деле, если вы по-другому настроены, вы ищете человека. Не диплом, а вы ищете человека. Настроены очень сильно найти человека, настоящего музыканта, который набирает учеников. Вы отдаёте ребенку этому человеку. Он не выдает дипломов никаких, ничего не выдает. Но, он может выучить вашего ребенка. И тот станет очень сильным музыкантом, и с любовью будет учиться. Понимаете, есть равные направленности учиться. Одних детей отдают в элитные школы, а других, допустим, в религиозные школы. Религиозная школа не элитная, допустим. Она делает из человека душевного человека. И этот человек быстро потом развивается в обществе. Если человек хороший музыкант, кто-нибудь его спросит, где он учился. Кому это сто лет надо? Вот меня никто не спрашивал, где я учился в медицине. Кому это сто лет надо вообще? Ну как, чтобы в пустах вам пройти, чтобы пройти куда учиться? Надо. Я говорю про высшее медицинское образование, понимаете? Если говорить об моем образовании как врача, то у меня от этого высшего медицинского образования очень маленький кусочек уже остался. Всё, что я даю людям, это совсем другое. Понимаете? Это совсем другое, это то, что я в другом месте уже учился. Там не было дипломов никаких. Я просто не знаю, кто даёт возможность лечить по-настоящему. Это другой уже вопрос. Поэтому для того, чтобы детей обучать, надо правильно понять, чему обучать, понимаете? Надо детей отдать в среду, в которой бы они как личность развились. Это самое главное. Если ребёнок как личность разовьётся, он всему выучится сам. Это же не сложно выучить математику, физику, английский язык. Это один год работы взрослому человеку. И выучил, и всё. Понимаете? Но ребёнка мурыжить там пять лет английскому, и он не хочет, там его мучают. Понимаете? Это не помощь ребёнку в жизни. Самое главное не сломать ребёнка. Сейчас не проблема, чтобы выучить ребёнка. Проблема заключается в том, что мы ему ум перегружаем информацию. У неё психика. Есть такое понятие, как астенический синдром. Дети в основном все очень астеничные. Им мозги засоряют излишней информацией. Там по биологии, по химии, по физике. Их пичкают этой информацией. У них крыша начинает ехать, у них астения развивается. Они слабенькими такими становятся. Им ни на что сил не хватает. Какая там работа над собой? Им, дай бог, эту информацию всё усвоит. Но это же неправильно. Неужели главное, чтобы ребёнок знал, сколько видов инфузорий в туферик там у нас есть? Или сколько чешуек там у змеи? Или сколько там, как стрекозы совокупляются между собой? Зачем ему это надо знать? Это же биология сейчас вот настолько глубоко идёт там, или физика, или химия. Я, допустим, 90% информации, которые меня отпичкали, я вообще никогда не использовал. Зачем это знать? Разносторонняя развитость. Разносторонняя развитость ребёнка означает, что ребёнок, несмотря на то, что он физически, психически очень сильный человек, решимый, он при этом ещё и смирен. Это означает разносторонняя развитость. Когда человек очень сильно богатый, очень сильно богатый, он смог бы стать богатым, и одновременно очень щедрый. Это означает разносторонняя развитость. Когда человек способен победить врага, и при этом ещё сострадательный внутри, это называется разносторонняя развитость. Когда человек развился как мужчина, как личность, как мужчина развился, и он начинает развивать потом в себе ещё женские черты характера, такие как доброта, сердечность, смирение, тёплое отношение к людям. Это называется разносторонняя развитость. А не то, чтобы он одновременно знает и биологию, и математику. Понимаете разницу между этим одним и другим? Понимаете, в чем разница между этим и тем? Одно дело работа компьютера, а другое дело работа человека. Ум это как компьютер, он просто считает, запоминает, в нем нет никакого смысла. Как мы же знаем юмореску, вот это раки были большие, по 5 рублей, но большие, но вчера. А сегодня маленькие, по 3, но по 3. И о чем юмореска вся эта? Она всего лишь вся говорит о работе ума. Ум так работает, он постоянно что-то там сравнивает, рассуждает. Но это к разуму вообще никак не относится. Разум означает доброта, смирение, простота, честность. Означает решимость, означает щедрость. Это деятельность разума. И этому надо учиться, в этом заключается ваш долг. Если вы математики, физики, химии и ребенка выучите, и он потом вам подойдет, скажет, мама, тьфу, до тебя, не пойдет. И что, это означает, что вы выучили своего ребенка? Знание математики, физики и химии не даст ребенку возможность быть, уважать свою мать, уважать своего отца. Быть честным перед жизнью. Понимаете? Если человек становится жадным, он рушит свою жизнь. Если человек имеет пять биологических образований, он доктор наук по биологии, нет проблем. Если он жадный, он не способен удержаться в жизни. Он способен хорошее положение в обществе занять. Жадностью, что уничтожает его жизнь. Если он завистливый, он не способен в хорошее... Есть шесть врагов человека, которые уничтожают хоть кто-то, будешь хоть семь пядей во лбу. Когда человек очень сильно похоть испытывает, он рушит всю свою жизнь. Почему? Потому что он начинает подбираться, завел семью, начал изменять жене, разводилась эта семья. Потом следующая развалит, потом следующая. И рушится его жизнь. Каждая новая женщина ему дает проклятия свои в жизни, потому что он ее бросает. Эти проклятия срабатывают в его жизни потом. У него все рушится полностью. Он только на одних проклятиях живет. Первый враг человека. Похоть. Второй враг человека – это жадность. Если человек жадный, он становится нищим. Почему? Потому что даже один человек ничего не может сделать нормально в своей жизни. Он сделку заключает. У него слюни текут. Все. Тот не хочет с ним работать вместе, этот человек. Жадный человек на работу устраивается к вам. А зарплату как-то это тут. Начальник. А зарплату. Слюни текут. Тут, блин, какой-то попался не тот человек, наверное. Уже неприятно с ним разговаривать. Он работает, к ним придираться начинает. Почему? Потому что у нее слюни текут постоянно. Хочет зарплату, понимаете? А ему? Возможности какой-то. Пошел дальше искать работу. Жадность мучает человека. Не дает ему жить. Следующий – гнев, гневливость. Человек устроился на работу. Хороший мужик. У меня одна знакомая рассказывала. Она устроила своего друга. Ну, тут хороший юрист такой был. Хороший человек. Очень гневливый. Она устроила его на очень высокопоставленную душу. Она в правительство его прямо. Вас познакомствует. Вот там обхамил их при первой возможности. Не-не-не-не. Там свою варежку раскрыл. Ну, пинг-кап отзад. Полетел. И еще написали характеристику. Добавь догонку. По которой он вообще никуда уже устроиться не сможет. Помогла. Гневливость – это очень опасная вещь. Третий – враг человека. Четвертый – враг. Это иллюзия. Ипотеку мы исправимся. У нас зарплаты хватает. На твоих там все нормально. Ипотеку расплатимся за 15 лет. Все хорошо. Все. Взял ипотеку. Капут. Да без кризиса даже. Мозгов, если нет, человек набирает больше, чем он может заплатить. Результат какой? Капут. Он теряет себя в жизни. Он упахивается. Работает за троих. Ой, это иллюзия. Зависть. Пятый враг. Зависть означает, что человек озлоблен. Он не может терпеть, что у кого-то, допустим, служивцу премию больше заплатили на 5 рублей. И все. И он начинает расколбас пошел. Он не может с собой ничего собладать. Или к нему начальник лучше относится. Или жена у соседа красивее. Но этот зависть же по-разному может действовать. Все это человек не может. Соседу на 5 метров квартиру лучше дали. То есть все, понимаете? Все. Рушит свою жизнь. И шестой враг – это безумие. Здесь уже ничего не сделаешь. Просто крышу сорвало, и все. Просто мозги съехали немножко. В сторону зачали работать. Вот шесть врагов. И роль родителей в чем заключается? В том, чтобы детей защитить от этих шести врагов. Надо сделать так, чтобы наклонности. И к какому врагу у ребенка есть наклонность. Если он жирноватый, надо его щедрости учить противоположному. Если он, допустим, гневливый, надо ему учиться давать возможность прощать, учить его. Не то, чтобы его зажимать в этом. Он разгневался, надо ему объяснять, что не надо гневаться. То есть любовью. Как учить? Словами, ласковыми словами, отстранением и любовью. Спокойной речью, любовью и отстранением. Три вещи, как надо воспитывать своих детей. Первое. Если ребенок что-то неправильно сделал, надо ему объяснять спокойно. Как будто бы он ничего плохого не делал. Для него это как игра. Допустим, кирпичом другому ребенку по башке давал. Надо его позвать, сказать, вот нехорошо, видишь, плохо. Надо объяснять ему, что кирпичом не надо давать по башке. Он слушает, слушает, говорит, ладно, мам, я постараюсь не давать. Раз еще кирпичом по башке давал. Надо ему сказать, надо раз перестать с ним разговаривать, отстраниться от него. День не говорит, два не говорит, третий не говорит, пять не говорит, неделю не говорит. Потом он говорит, мама, я больше не буду кирпичом по башке давать никому. Надо ему сказать, церковь, понимаешь? Когда он тебя срывает, тебе будет хотеться кирпичом по башке давать, а ты старайся не давать. Это называется любовь. Когда человек любит близко своего ребенка, он так с ним разговаривает. Потому что как обычно родители воспринимают, что ребенок кирпичом кому-то по башке дал? Начинают его бить, не ругать, не набить, не злиться. То есть они проявляют такие эмоции. Почему? Потому что они считают, что их ребенок не должен так поступать. А почему? У него такая болезнь, он не может, ему хочется кому-то треснуть. У него такая болезнь, что делать? Надо ему объяснять, первое, что нужно объяснять. Если он не понимает, отстраняться через страдания, попытаться сделать так, чтобы он понял. И третье, надо его любить. Таким, как он есть. Принять его с этой чертой характера. Это касается воспитания друг друга, не только детей. Жена ленивая, не хочет готовить. Первое, что нужно объяснять, что надо готовить. Второе, не готовит, отстраняться, значит, надо от нее. И третье, когда она призналась, что ей тяжело, не могу готовить, тяжело, надо ей любить, сказать. Закончишься с собой, очень страшно. Пенсия, ничего страшного. Тогда не могу, не учишься. Это понятие антилизма. Знаете, первый ромный был в жизни, а третий был в жизни, а третий вовсе был в жизни. То в том, что детям отдаем жизненную надежду. И теперь это тоже жизненную надежду. Поэтому, естественно, что человек духовно сильный, самый первый ребенок будет самым разумным. Второй будет чуть-чуть лучше разумным. Есть такая сна. Иногда гений рождаются даже, пятым и десятым, неважно. В этом нет стопроцентного законодательства. Надо понять, что если мы ведем неправильную жизнь, допустим, я пьянствовал 20 лет, потом два года перестал пьянствовать и решил разумного ребенка родить. И, вероятно, что он не будет разумным родить. Большие накопления в плане пьянства есть. И за это придется отрабатывать карту через ребенка. Мы же почему хотим разумного ребенка родить? В чем причина? Быть счастливыми, чтобы испытывать счастье. Ведь самый лучший, простой способ испытывать счастье от детей, это родить разумного ребенка. Вот это хорошее, все понимает, все делает, как надо. Все делать надо. Если все само происходит, делать ничего не надо, все классно. На самом деле, анекдот – это жизнь. Но очень ценный для воспитания детей мы поедем. Сад пришел в армию. В учебную часть. Прапорчик сказал. Почтайся. Потому что были здесь явно. Было очень быстро. Было такое все правильно сделано. В чем смысл, говорит? В чем смысл? Я здесь, Рой, потом здесь, закапываю. В чем смысл? Прапорчик подошел к нему, говорит, а смысл в том, чтобы ты замучился. Другого смысла нет. Вот знаете, господа, что в рождении ваших детей есть два смысла. Первый смысл, чтобы вы получили счастье, а второй, чтобы вы замучились. И не думайте, что второй смысл будет отсутствовать в вашем случае. Что вы родите гениального ребенка, если будет классно. Ничего подобного. Дети нужны для того, чтобы отрабатывать нашу карму. Причем карму такую глухую совершенно. Ну, допустим, мать жестоко бросила своего мужа. У ней, допустим, при этом уже есть ребенок. Что это происходит? Она, допустим, имеет ребенка. Она бросает мужа своего. Кстати, потом она проходит какое-то время, она находится у очень хорошего человека такого. Хорошего отношения. Что делает? Как действует? Вот эта вот жестокость жены по отношению к мужу, она проявляется через ребенка, который просто ни с того, ни с сего начинает этого мужчину ненавидеть. Он делает ему все на зло, делает все наоборот, не так, как он хочет. И в семье создает просто ужас. Потому что мать к сыну привязана, она никуда его деть не может. А если она его куда-то девает, сбагривает, еще хуже становится от этого. Она лишается счастья в материнстве. То есть она, и он тоже сухим грубым вырастает. Ну, то есть она еще хуже себя делает. И он начинает раздалбливать всю эту семью. И может додолбить до развода. Сейчас там практически невозможно ничего сделать, потому что это просто гнев Бога, божественный гнев через такого ребенка. Дети же они ничего не соображали. Они просто, как могут, они так себя и ведут. Вот как у них позволяет их возможности внутри. Как они себя ведут. Не обязательно кто-то кого-то бросил. А просто мы на бедокуре из прошлой жизни. Через детей, возможно, придется карму отрабатывать. Допустим, человек имеет жадность в своем сердце. Но он ее как-то не сильно проявляет. Но в прошлой жизни он там много очень обворовался сильно. Карма может через ребенка подействовать. Вырастает ворон, начинает воровать все. И ты от этого страдаешь. Потому что если человек сам не вор по природе, он своровал ребенок, своровал, ничего страшного, он не будет сильно от этого бросать. Но если у человека есть такие наклонности, и ребенок ворует, и вот кресет, просто колбасит. Больше всего колбасит того, допустим, два человека курят в семье, один бросил, второй не бросает. Через некоторое время тот, кто бросил, он будет очень сильно страдать от того, что второй курит. Вот, допустим, если третий человек в семье есть, который никогда не курил, он спокойно будет относиться. Но тот, который бросил, он будет мучиться, У меня такой случай был, я с своим другом ехал в лифте, и в лифте курил человек. Не очень неприятная ситуация, это факт. Но я никогда не курил. Я спокойно как-то стоял, но тот друг, который курил раньше, он просто весь изъелся. За эту минуту нахождения в лифте просто побелел весь. Потому что это его карман, он отработал и ежедневно. Кто-то отвечает, а потом придет? Вот он ответил. Еще будет отвечать. Понимаете? То есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что дети даются человеку не только для того, чтобы испытывать счастье. Вы должны очень хорошо усвоить. Потому что если мы этого не усвоим, что произойдет в нашей жизни? Мы будем издеваться над своими детьми? Выдаскиваем их к другому. Потому что если родители не принимают недостатки своих детей, как свою судьбу, они начинают издеваться над людьми, начинают становиться деспотами. Еще один интересный феномен. Девочка, допустим, выросла, ей уже пора выходить замуж. Кого она себе будет, какого парня находить? На котором мама обломалась. И мама будет, когда увидит рядом с ним этого парня, который похож на того, с которым она обломалась, и мне пена пойдет из-за дома, и скажет, «Доченька, убери это из нашего дома!» А надо что делать в этой день? Надо благословить, сказать, доченька, вот такие могут быть у нее недостатки быть. Он может вот тебя бросить вот так, вот так. У меня такое предчувствие. Но если он тебе нравится, тогда... Дочка может выбрать, она может сказать, «Хорошо, мама, я подумаю». Не может, допустим, отказаться от общения с таким человеком. В этом случае мама очень правильно с дочкой общалась всю жизнь. Она спокойно с ней разговаривала и развивала разум у дочки. В этом случае дочка способна послушать, принять решение. Это значит, что карма матери отрабатывается через ее знания. То есть мать все время правильно общалась с дочкой, и она теперь может ей уже с ревого возраста объяснять, кого надо, с кем надо общаться, с кем нет. И дочка послушает, ей плана будет сильно любить этого человека, но она скажет, как мама сказала. Она отработает свою карму такими. Просто потому что она уважает мать. Но большинство детей сейчас у нас не уважает мать. Не уважают отца. Потому что мы сами не уважали своих родителей. Мы родились в такой среде, где уважение к старшим очень слабо развито. В нашей стране уважение к старшим очень слабо развито. И мы должны сами начать уважать своих старших, и тогда дети наши тоже начнут нас постепенно учиться уважать. Это такой длительный процесс. Но надо быть готовым, что, может быть, мой ребенок не будет меня уважать. Почему? Потому что такая карма в этой стране. Младший не сильно уважает старших. Такая судьба, поэтому, где ребенок родится, надо уже думать, что такое возможно. Возможно, мне придется через ребенка такую карму отрабатывать. Но карма не означает, что это безысходная ситуация. Если родители стараются, правильно себя ведут, если, допустим, ребенок вас не уважает, он не слушается вас, что делать? Хорошо. Правильно. Дальше. Он не слушается. Он не слушает ваши объяснения. Что делать? От страницы звереет. От страницы начинает звереть. Дальше какие варианты? Вот. Вот это уже правильно. Если ребенок вас не слушается, надо его любить начать. Потому что ребенок почему не слушается? Потому что вы его не любите. Когда ребенка не привязываться к нему и хотеть его, наслаждаться им, а любить. Любить означает правильно заботиться, учиться, понимать, что это значит. Это значит давать ему возможность правильно образовываться, искать его лучшие, хорошие черты характера, стараться отстраняться от него, если он делает плохо. И вот любовь – это вещь, которую никак не объяснишь. Понимаете? Это то, что из сердца исходит. Ты хочешь служить, жить, заботиться о своем ребенке, жить для него. Он очень так настроен серьезно в этом плане. И это означает, что нет сантиментов. Родители, которые действительно настоящие, по-настоящему любят своих детей, если это дочка, то они относятся к ней нежно, но строго. Нежно, но строго. А если мальчик, то они относятся к нему исходительно, разрешая ему его шалости, но строго. Дочке нужна нежность, а мальчику нужна свобода. Если мать сильно привязана к мальчику, с чего она лишает его? Свобода. Она не дает ему быть мужчиной. Она его из него делает девочку. Она говорит, что нельзя, это нельзя, это не, не пачкай, если здесь нельзя, ты че такой нечисто плотный. Он мужик, понимаете, он все познает через действие, через активность. Ему надо нос разодрать, куртку продырявить. Понимаете, он развивается как личность, ему нужны ошибки в жизни, иначе он не разобьется. А девочке что нужно? Девочке нужна нежность, нужно, чтобы она чувствовала, что к ней как девочке относятся. Тогда она как женщина развивается, очень женственной становится. Особенно их привлекать всех вниманием. А не просто женщина должна стараться дать возможность. А мужчина должен дать девочку восстанавливать. Связывается к девочке, потому что такая энергия. А мать к сыну сильно привязывается. Она должна стать мужчиной. А девочке надо стать возможностью, дать возможность. Такие вещи надо учиться понимать. Поэтому поговорим на следующей лекции. Лекции будем делать по воспитанию детей. У нас время-то сколько? Наверное, уже пора заканчивать, да? А у девочек? У девочек такие же четыре типа бывают, но у них на первом месте стоит, понимаете, у мужчин на первом месте стоит социальное развитие. Эти четыре типа, они действуют внутри семьи и действуют также во вне семьи. То есть есть социальное развитие, есть семейное развитие. Женщины, они склонны к семейному развитию. Женщины склонны строить глубокие отношения, которые являются родственными отношениями, отношения дружбы, любви. Родственные отношения, отношения дружбы, любви. Это то, что развивает себя и женщина. То, к чему она склонна. Мужчина развивает отношения долга, отношения ответственности, отношения рабочие, деловые и так далее. Понимаете? То есть это разный тип психики. Мужчина, социум, психика направлена у женщины на семью, на глубокие отношения. То есть на личностные отношения более у женщины, психика направлена. Поэтому девочка должна учиться развиваться. Допустим, девочка рождается как ученый, допустим. Она тоже склонна к наукам и всему прочему. Но при этом надо ее, допустим, развивать в женском направлении. То есть она должна изучать, как строить отношения в семье. То есть она должна женские какие-то вещи изучать. Если женщина руководитель по природе, она должна учиться, как мужу служить по природе. То есть, понимаете, у женщины больше энергии и способности давать близкому человеку, а у мужчины больше способность действовать самому. То есть женская энергия – это энергия благословляющая. То есть если женщина развивается как женщина, она может вложить в свою мужчину столько, что он сделает все сам. Но женщина часто этого не понимает. Они хотят сами делать. А вот это у женщины очень плохо получается. Если женщина управляет сама ей тяжело, жизнь становится не малином. А если женщина вкладывает в мужа и дает ему силу управлять, то получается, что у нее легче это получается. Это не значит, что женщина не должна управлять и все прочее. Женщина тоже должна это делать. Но это у нее стоит на втором месте после личностных отношений. Женщина тоже может руководить, управлять, заниматься бизнесом. И развиваться в этом направлении женщина тоже должна. Потому что иначе она вырастает неполноценно. Ее жизнь становится неинтересной. Но при этом она должна понять, что если она в мужа не вкладывает и в семью, то ее занятия бизнесом не принесут ей счастья в жизни. Счастье у женщины так распределяется. Больше всего счастья она испытывает от семейных отношений, 70% и 30% счастья от деятельности во мне. Мужчин наоборот, 70% от деятельности во мне, счастье и 30% от семейных отношений. Поэтому если женщина на 70% во внешней деятельности развивается, соответственно, счастье у нее уменьшается на 40% жизни. Она становится недоделанной. Она чувствует, что она чего-то недополучила от своей судьбы. Причина – жадность. Хочется больше денег. Если по отношению к сыну? Ну, конечно. То есть она зажимает. Властность женщины означает по отношению к сыну что? Означает, что она не дает ему действовать. Она не дает ему жить. Куда не ходи, сюда не хоти, это не делает, туда не едет. Все. Разум у мужчины развивает через поступки. У женщины через послушание развивается разум. Она слушается и делает выводы. Женщина, девочка. А мальчик, он не может слушаться. Ему надо проверить. У него не работает это послушание. Он говорит мамой, ему говорит, ты курточку не дерей. Он говорит, хорошо. Ей не уйдет курточку. Потом приходит ему ремня по заднице. Лабейсь. Да, курточку не надо. Он уже понимает, что это такое. Убеды говорят, что мальчиков надо наказывать силой обязательно. Ну, по-доброму, с добрым чувством. А девочек не надо наказывать силой. Девочкам надо объяснять и отстраняться от них. Девочкам наказывают с помощью отстранения, лишения любви. А мальчиков наказывают с помощью пищного массажа заднего места. Если женщина наказывает сына, это все. Он с садистом вырос. Бается. Надо терпеть. А потом, а потом, надо жалеть его, но дать возможность мужу выполнить долго. Потом сказать, сыночек, ты видишь, как нам тяжело было, когда тебе по попе бил. Больше так не делай. Когда папа тебе по попе бил, ты чувствуешь, как нам с тобой было тяжело? Я страдала за тебя, ты тоже страдал за себя. Он говорит, я чувствую, да. Когда больше так не делай, то папа тебе по попе будет бить. Если женщина не дает мужчине свой долг выполнять перед сыном, то он просто негодяем вырастает. Откуда негодяи берутся? Если человек, допустим, виноват, он начинает искать себе защитников. Это называется негодяем. То есть человек, который использует свои положения для того, чтобы избежать наказания и все прочее. Но если человек знает, что если ему подсуждено, он просто идет и получает наказание. Это значит, что он никогда, если положено по заднице, значит, что идет по заднице. Никаких вариантов нет. Так должно быть в воспитании сына. Это закон должен быть. Если получил наказание, значит, по заднице все. Вариантов нет. Если мать это говорила, значит, что это уже все. Есть какие-то варианты, значит. Мама, мама, мама. Скажи папе, чтобы меня не бил. Я буду хорошим. Мама идет к папе и говорит, он будет хорошим. Он сказал, его не надо бить. Бред силы кобылы. Никогда мальчик не будет хорошим, если так все ему сходит. Никогда. Никаких вариантов. Нормально? Любые наказания тогда? Хорошо. Можно, да. Но это крайний мир наказания по заднице. Это уже самый последний. Потому что, понимаете, у мужчин, такая психика, им нужно конкретно обломаться в жизни, чтобы что-то понять. Вот, допустим, если муж изменяет, допустим, как же мне сделать так, чтобы он не изменял? Для того, чтобы он не изменял, сначала надо перед ним служить так, заботиться, чтобы он почувствовал настоящую жену рядом с собой. То есть, первый шаг – это любовь к мужу. Если жена качественно себя ведет, и муж все равно, ну, у мужчин, вторая фамилия, я говорил, Кобелина. Его занесло куда-то там, допустим. Вторая тайная фамилия – Кобелина. А у женщин – Строеглазкина. Вторая фамилия – Строеглазкина. Она, вроде, не хочет, но улыбается. Конечно, конечно. Но ничего плохого. Она вообще верная жена. Кто-то реагирует на ёлы, Кобелина. Общается любовь потом. Мы с прошлой жизнью были знакомы. Поэтому полюбили друг друга. Ну, ладно, это уже другая тема. Я не ответил на этот вопрос сейчас. Вот. И женщина вкладывает любовь в свой мужа. А потом, когда он изменяет, он раз – от него отстраняется. И лишает его своей любви. И от этого отстранения он бьет ему по мозгам. Он чувствует, что он что-то потерял в жизни. Он начинает раскаиваться. Ему плохо становится. И в этом раскаянии постепенно он осознает, что изменять нельзя. С ней в башка попадет. Больно будет. Мужчина должен реально прочувствовать все. Как, допустим, женщина изменяет? Так, здесь мужчина. Так перестать заботиться. Просто не давать денег, не давать ее возможности. Она почувствует, что она не защищена. И она раскаивается. Этот любовник ее не защищает, он просто развлекается. Любовник не может защищать, он может только развлекаться. Он нас лишил ее заботы. Бабушек и детям. Воспитание детей, да. Распоговорим. Бабушки что хотят? Воспитывать детей? Наслаждаться. Наслаждаться. Чем старше человек, чем старше человек, потому что мы хотим в следующей жизни быть маленькими. Мы уже привязываемся к следующей жизни. Когда человек пожилым становится, он начинает любить детей. Хочется быть поближе к детям. И зачем нужны бабушке и дедушке? Они нужны для того, чтобы детям праздник устраивать. Допустим, раз в неделю родители отдают детей. Бабушка и дедушка. Дети наслаждаются, детьми радуются. И мать. Она там несчастливая. С ними рядом все нормально. Потом дальше к родителям. Дальше начинается жизнь. Обычная жизнь. Если, допустим, мать хочет сбагрить ребенка, он мешает ей жить. Она, допустим, развелась, и ребенок, муж не хочет этого чужого ребенка. И она раз его к маме. Баловать. А по-другому она не может с ребенком. Потому что у нее психической силы не хватает его воспитывать. Она может баловать его и плакать от него. Больше ничего не может. Бабушка, ей очень тяжело воспитывать. Почему? Потому что уже возраст не тот. Силы не те. То есть уже по-другому трудно реагировать. И она думает, почему они мне его отдали? Потому что бабушке надо наслаждаться детьми. А не воспитывать. Понимаете? Поэтому внукам можно бабушкам, дедушкам на время отдавать. Но бабушки, дедушки не должны лезть в воспитание. Бабушки, дедушки начинают лезть. Они этого детям не делать, это делать. Понимаете? Это неправильно. Можно посоветовать, но лезть не надо. Потому что нагрузку родителей все равно они на себя не возьмут. Понимаете? Бабушки, дедушки если лезут, значит вы их не уважаете. Бабушкам, дедушкам нужно уважение. Им не нужно, чтобы вы все выполняли. Им нужно, чтобы вы их слушали. Вы скажете, хорошо, мама, я буду стараться делать так. И потом она думает, вот хорошая у меня дочка. Она сказала, что будет стараться. Потом вы сказали, ну что-то не получается. Ничего страшного, в следующий раз получится. Понимаете? Не обязательно, что вы будете выполнять. Может быть, бабушки, дедушки хорошего чего-то желают. может быть, правильно говорят. Но главное, чего они хотят, чтобы вы их уважали. Вам наплевать, что они говорят. Значит, это... В целом, бабушки, дедушки не должны полностью контролировать поведение своих детей. Это очень опасная проблема, которая делает... Бабушки, дедушки сильно обменьшиваются в жизни своих детей. В них пропадает способность действовать. В процессе как личность. Так что эгоизмные родители настолько не застилают глаза, что они не хотят принимать ребенка какие-то председательные черты на них. Я сейчас в этой ситуации обычном социуме в классе или в группе детского сада кто-то ведет себя крайне неприятно. И этот ребенок, он, допустим, влияет на счастье вот этих 40-х которые вовы к нему. Родители делают замечания этому человеку, родители. Как воспитатели вести себя с родителями? Нет, не как воспитатели. Например, родители других детей делают замечания, обращают внимание на какие-то председательные черты. Вы знаете, дело не в том, что они не видят отрицательной черты, они видят отрицательной черты. Но здесь вступает в силу зависти. Если, допустим, ты замечания делаешь другому ребенку, родители других детей, это значит, что твой ребенок лучше, чем их. Это означает зависть сразу срабатывает. И такие замечания не помогают. Есть, понимаете, сфера очень глубоких и тактичных отношений, интимных. И, допустим, некоторые вещи невозможно человеку даже годами объяснить, не то, что сделать замечание. Поэтому, допустим, если вы видите ребенок, там нагло себя ведет у родителей, надо сказать, вот знаете, что вы знаете, мой ребенок мешает вашему ребенку жить, потому что ваш ребенок бьет моего ребенка. Вот. Может быть, мне как-то подальше от вашего ребенка держалось, потому что как-то получается так, что ваш ребенок моего бьет. Начнет думать, а почему мой ребенок бьет вашего ребенка. Они соберутся вместе с детьми, начнут изучать. Тогда начнется изучение и до родителей чуть-чуть дойдет, что его ребенок как-то и так себя ведет. Ну, знаете, если ребенок дерется, родители это об этом хорошо знают. Просто, если другие родители начинают замечания делать, то возникает злоба. Они говорят, мы сами разберемся, это не ваше дело. Ну, знаете, это не помощь делать замечания, вообще не получат. Помощь не будет. Всем детям это помощь своему ребенку. Это желание позаботиться и желание изолировать. Хорошо, если вас изолируете тогда. Вы его изолируете, убедите из этого, если уж совсем крайняя ситуация. Просто вы должны понять, что есть как бы такие интимные сферы жизни, и в них надо вторгаться очень аккуратно, иначе будут большие проблемы. Допустим, вы узнали, что жена изменяет своему мужу, соседу, допустим. Жена, допустим, изменяет, вы узнали, видели, что делать? Молчу. Надо как-то если у вас есть какие-то отношения с ней, надо с ней поговорить. то есть сказать не все, а просто чуть-чуть. Попередально дальше, чтобы она задумалась, скажешь, а что вы такое? Да ничего особенного я не видела, просто вот и у нее сердце в этом направлении пойдет изучать, она начнет изучать, изучать и найдет. А если ее прям привести к этому месту, это не способ помощи, потому что она может не готова к этому. Не надо, чтобы она подготовилась, если она не обратит внимания, значит, что у нее судьба такая. А если она обратит, она начнет расспрашивать, изучать, пытаться как бы очень, она подготовится к этому, и тогда ей можно больше сказать. Но опять же ей так сказать, чтобы она не разглашала то, что ты сказал. Аккуратно очень надо, то есть это деликатная сфера жизни, понимаешь, бывает так, что потом эта соседка приходит, в лицо плюет, говорит, если бы ты мне не сказал, у меня бы семья знала, что он изменяет. Понимаете, есть же разные варианты, как это, есть такая пословица, никогда не стой между мужем и женой, понимаете, опасно, потому что врагом становится тот, кто встает между ними, а не тот, кто, ну пусть ты хоть правду, хоть неправду говоришь, не мельничает. Вот и молчание. Нет, если вам показала судьба что-то, лучше сказать, но очень аккуратно. можно записочку подкинуть. Но эта записочка будет воспринята, может быть, не так, как надо. Мне лучше просто общаться, да? А вот это, а вот это, если вы хотите, если вы хотите, то, если вы хотите, тебе надо сделать. Тогда у вас нет, где – что называют Она же не понимает, вот что за этой ситуацией. Кому? Расскажем всем. И про бабушки, и бабушки, и что родить с родителями. Надо просто урыть этих детей и все. Курыть надо их просто. Ну как вот их уроют? Как вот как можете всеми силами на эволюции урыть? Бабушки, про бабушки. На эволюции замочите куры, как вы что-то следите. Я не понимаю, что это смешно, но это не смешно, любите. Хорошо, если не смешно, тогда садитесь и успокойтесь. Первое, что вы должны понять, что это ваша судьба это видит. Это Бог так вас наказывает в жизни. Ваша судьба это видит. Потому что всегда очень тяжело для прошивки других, особенно близких людей. И очень трудно увидеть и понимать ошибки свои. Потому что вы воспитывали так этих детей. Вы получили результат этого воспитания. Эти ошибки в вашем воспитании сейчас вы видите. И вы из-за этого страдаете. Первое, что нужно понять. Нужно принять свое страдание. Сказать, это для меня. Нет, это еще не принято. Потому что когда это будет принято, вы успокоитесь. У вас придет мель и сердце. И потом дальше вы будете за этих детей молиться, чтобы у них все хорошо будет. Поймете, что просто нажимом вы, они просто озвереют. Если вы начнете на них нажимать, как обычно люди делают, бабушки и дедушки сильно привязываются, чтобы дети вели себя правильно. Если дети себя своими детьми не ведут себя неправильно, значит бабушки и дедушки начинают звереть. И начинают их как бы диспотировать. Там это не делай с ребенком, это не делай. Какой результат? Дети отстраняются от бабушек и дедушек. То есть родители своих детей отстраняются, еще хуже получаются. Бабушки и дедушки чувствуют, что они вообще никому не нужны. Они вообще несчастные, одинокие становятся. А почему так происходит? Потому что злоба никогда не помогает никому. Первое, что нужно принять своих детей такими, как они. Дать им возможность ошибаться. Когда человек дает близкому человеку возможность ошибаться? Когда он его любит. Потому что любовь меняет человека. А не что ты будешь злиться, кричать, ворчать. Это не меняет. Успокоиться сначала. Успокоиться. Почему? Потому что, чтобы вы замучились. Вот так действует. Чтобы вы замучились. Нет другой причины. Она вас наказывает просто. Вы должны принять наказание судьбой. У тебя, вы примите, сразу легче станет. Они по-другому начнутся расти. Надо принять сначала судьбу. Потому что бай иногда очень жестоко наказывает. Понимаете? Хоть плакать хочется. Потому что привязаны, чтобы наши дети были конфетками вкусными. Понимаете? А они иногда бывают какашками. Ничего не сделаешь. Это наши какашки. Понимаете? Нам придется их не прийти. А иногда бывает злая с нами. Надо ее принимать, какой она есть. И тогда все начинает меняться. Первый этап улучшения. Когда человек принимает и не перестает злиться. Здесь дети, надо с ними общаться. Снимать их таким. Когда они начнут вас слушать. Когда вы перестанете злиться и нападать на них. Как пантера. Вот. Они начнут вас слушать. Когда они начнут вас слушать, вы можете очень... Как вот, допустим, птицы воспитывают своих птицов. Они крылышком раз-раз-раз назад. Точно так же родители или бабушки, дедушки должны поправлять своих близких. Допустим, жестоко, допустим, мать ведет себя, допустим, с дочкой. Жестоко кричит на нее. Бабушка пришла, как будто ничего не произошло. И она раз, допустим, дочка, внучка, допустим, ведет себя плохо. И она с ней взяла, поговорила. И дочка, и внучка все поняла. И мама-то начинает так врубаться. Бабушка поговорила, она все поняла. Я сколько уже пытаюсь, ничего не понимает. В чем дело? Бабушка ничего не сказала своей дочке. Она просто правильно сделала и ушла крылышком. Кертышко опять назад. И ушла. Потом дочка приходит к маме и говорит, мама, а вот что произошло? Почему ты так сделал? И мама начинает уже спокойно. Ты, дочка, не обижайся, я тебе скажу. Вот так-то, так-то лучше делать. И понимаете, тяжело. Ну ничего, ты научишься скоро. И объясняет. Дочка будет спрашивать только ту бабушку, которая не навязывается. Но если бабушка лезет и начинает когти распускать, то в этом случае дочка спрашивать никогда не будет. Потому что бабушка и так достала. Она будет все скрывать. В результате скрытными дети становятся от своих родителей. Знаете, не все так просто в личной жизни. Надо быть очень аккуратным. Иначе судьба так накажет. Ведь самая большая проблема не в том, что в вашей жизни, не в том, что они ведут себя плохо с детьми. В том, что они с вами не советуются, не общаются, и держатся от вас подальше. Вот в чем ваша проблема, самое главное. Произошло это из-за того, что вы так себя ведете. Нет другой причины. Будьте осторожны, вы потеряете близких людей. В том, что опасность в вашей жизни не в том, что они с детьми и с людьми плохо с вами. Вопрос. Вопрос. Это очень важно выбирать. Очень важно. Первое, что нужно руководствоваться. Ребенок должен быть меняемым. Надо очень глубоко работать с психологами, с астрологами, чтобы выбрать ребенка, который не имеет потенциального безумия. Потому что часто детей отказываются из-за того, что у них есть физические уродства. И лучше взять ребенка, который способен развиваться в вашей семье. Это благословение. Если вы найдете ребенка, который будет развиваться, дети, которые имеют сильные психические недостатки, там у них есть признаки деградации, пускай развиваются в детдоме. Для этого детдома нужен. Но если дети имеют нормальный интеллект, и их бросили родители, такие дети должны быть с родителями. Их надо взять. И родители должны учиться найти таких детей. И надо за такими детьми в очереди стоять. Это означает, надо их точно так же, как, допустим, два червяка, допустим, друг друга хотят сожрать. Их надо просто разодрать и все. И пускай ползают немножко на расстоянии. Точно так же с детьми, когда они конфликтуют, не надо ничего говорить. Надо, потому что это естественно, у них зависть друг к другу есть. Это естественная вещь у детей. Особенно, если они разнополые. Надо просто взять их вот так, распространить друг от друга и все. Больше ничего не надо делать. Потому что и развивать в них любовь и уважение. Если дети дерутся между собой, значит, что родители тоже не все в порядке в отношениях. Понимаете? Надо учиться. Всегда младшие достают всех. Потому что младшие, это как у младшим детям больше любви. Поэтому они больше наглеют. Понимаете? Поэтому, понимаете, все зависит от того, как вы понимаете правила. Вот правила поведения в семье всегда противоположны тому, чему хочется. Допустим, хочется любить больше какого ребенка? Младшего. А любить надо больше какого? Старшего. Если в семье больше ценится и любится старший ребенок, то младший вырастает послушным и уважает старшего. Больше внимания кому надо уделять в семье? Мужу больше внимания надо уделять. А уделяют кому больше внимания? Жене. Если жене больше внимания уделяют, то он начинает капризничать, наглеить. В результате дети все злятся. Если мужу больше уважают мужа в семье, значит, тогда все успокаиваются. Но хочется-то больше жене, матери уделять. И любовь исходит. Но есть правила, понимаете? Когда правила в семье соблюдаются, в семье наступает мир. Если жена внимания детей от себя отводит к мужу, тогда она получает вдоволь внимания, потому что все ее начинают ценить как самые лучшие. Если, допустим, мужчина, вместо того, чтобы грубо себя вести и использовать свое право на власть и хамить всем подряд, если мужчина деликатно себя ведет в семье, он власть имеет, но он ведет себя очень нежно, аккуратно и с детьми, и с матерью, то они естественным образом его уважают и слушаются. Но чтобы таким мужчинам стать, для этого надо укоротить себя, потому что гневаться-то хочется. Поэтому всегда хочется себя вести не так, как надо. Но если человек побеждает себя, то он получает счастье в результате. Цель работает во всех случаях. Закон, но они все сводятся к одному. Всегда хочется не того, что надо, понимаете? Да? Сами себя повел по отношению к ребенку. Явно накосячил. Допустим, повел гнев по отношению к девочке. Что нужно делать? Надо повести себя противоположно. То есть извиняться перед ребенком можно только в том случае, если у тебя с ним очень глубокие отношения. Допустим, если ребенок тебя очень сильно ценит, уважает и сделал плохо, надо извиниться. Старший извиняется перед младшим только в том случае, если младший беспрекословно уважает. Если младший не уважает или уважение нарушено, то лучше не извиняться, а просто повести себя правильно. И он почувствует, что ты как будто бы извиняешься. Все зависит от отношений. Если авторитет отца беспрекословен, он может извиняться перед женой и детьми. Но если его авторитет шатается, если он изменится, извинит, извинится, ему это потом еще и вставят. Он, допустим, сделает, ребенок сделает как-то не так. Папа подойдет, начнет, грубо говоря, допустим, ругать его, а ребенок скажет, что опять извиняться передо мной дочкой? Поэтому будьте осторожны. Пострадания, значит, пришли страдания, значит, для матери. Это бед. Надо смиренно к этому относиться. Какие шаги в этой ситуации? Знаете, как есть такие сказки? Если повернешь голову, то окаменеешь. Понимаете, когда вот такая карма приходит, ребенок, допустим, беспардонно, то есть такая карма, когда, допустим, ребенок стал наркоманом, допустим. Шаг в сторону расстрела. Если ты начинаешь ненавидеть его за это, он еще больше наркоманом становится. Если ты его гладишь по головке, он еще больше наркоманом становится. Что делать? Просто молиться за него, терпеть и спокойно относиться, принимать судьбу просто. Постепенно он примет через любовь, он очистится и станет лучше. Понимаете, если его вышвырить из дома, он еще больше наркоманом будет. Если вы его будете прикрывать и на наркотики деньги ему давать, еще больше будет наркоманом. Если понимаете, есть и очень тяжелые жизненные ситуации, в них самое лучшее застыть. То есть, просто молиться Богу, просто любить, просто чуть-чуть отстраняться, давать унижать себя и дальше жить. Таня, наставление, злость, грубость, злость, истинность. Человек только зверей. Какая трупность лучшей жизни? Наступрение означает, что он никогда не должен защищать себя. Как себя защищать лучше всего? Защищать других. То есть надо сыну объяснять, что твой долг защищать других. И тогда сын вырастет смелым человеком. Смелость означает самый лучший способ защищать себя. Если человек становится смелым, он ничего не боится, он трезво оценивает ситуацию. Самый лучший способ защищать себя – это трезвость. Когда ты все видишь, что происходит, ты можешь себя защитить. Потому что способность защищать себя, она заложена у всех людей. Все хотят защищать себя. Но если человек будет думать только о том, чтобы защищать себя, он становится трусом. Для этого надо показывать свой пример. Если вы в себе гнев не преодолели, ребенок в себе тоже не преодолел. Пора лекцию заканчивать? Можно последний вопрос по лекциям? Вот именно по лекциям. Уже пора, я заканчиваю. У вас все выходят в последний вопрос, ведь и тема такая же. Именно о том, что вы сказали. Хорошо, давайте. Давайте, вот вы начали лекцию с того, что детям нельзя… Ну простите меня. Олег Иначе, у нас будет следующая лекция. Славик, возьми записку, пожалуйста. Следующая лекция, начнем с ответственно вопросом. Оставайся на нашем волнении. Олег Иначе, вы начали с того, что к ребенку нельзя вот эти сюсю-пусю, любовь применять. Любовь – это не сюсю-пусю, это разные вещи совершенно. Вот эти все обнятия телесные… Это называется привязанность. А почему это плохо, это же… Вот ребенок через это ощущает, когда… Родители любят ребенка точно так же, как рыба любит своих мальков. Она целует их, нет? Она просто их оберегает об опасности. Мальки плывут, а она раз им там, вот так их обогнула, вот так. То есть, точно так же родители любят своих детей. Любовь проявляется в том, что они заботятся о ребенке. В этом – любовь. А наслаждаться – это не любовь. Нет, ну вот женщина, когда у нее грудной ребенок, она его обнимает, она не может по-другому. Это естественно. Не обнимать, откидываете тарангу на кроватку, на коляску. Ну и вот эти все там, я слышал, где-то 8-5, где ей надо… Но вы поймите такую вещь, что обнимать не означает наслаждаться. Я понимаю. Я просто понял с начала… Допустим, вы… Смотрите, я сейчас разницу вам приведу, пример. Нет, вы, допустим, вы должны 8 раз обнимать свою жену, допустим, ей. Тоже нормально. Это очень правильно. Вы, допустим, обняли… Вот смотрите, два варианта. Вы обняли свою жену, погладили желанием, чтобы у ней все было хорошо. Один вариант. Она от этого испытывает счастье. Второй вариант. Вы обняли свою жену… Она говорит, кто-то встанет от меня. Это второй. Понимаете разницу между этими? Одно дело – обнимать ребенка и давать ему грудь, и желать ему счастья. Это один вариант. А второй вариант – давать грудь и наслаждаться. А, что вы, соси, давай, не нравится. Это второй вариант. Я правильно понял, если обнимать с любовью, передавая вот эти чувства, это одно. Другое дело – обнимать, когда испытывать удовольствие от этого процесса. Любовные отношения должны быть. Вопрос, как мы к ним настроены. Мать постоянно должна благословлять своего ребенка. Ребенок у нее на руках, она думает, я хочу, чтобы ты был счастлив, я хочу, чтобы ты был честным, чтобы ты был порядочным. И она постоянно об этом думает, когда у нее ребенок грудь сосет. Потому что любовные отношения в этом случае неизбежны. Муж, когда жену обнимает, он говорит, я хочу, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы ты всегда была защищена в жизни. Чтобы ты всегда чувствовала нежность, заботу, ласку. Это один вариант. А второй вариант – наслаждаться ей стоять. Спасибо большое, я понял. Желаем счастья. Все сели прямо. У нас такое, во-первых, у нас такое правило в конце рец. Мы желаем всем счастья. Это важно очень. Желать всем счастья. Почему? Потому что, по крайней мере, в это время себе счастья некогда желать. А то мы так очень сильно страдаем от того, что мы несчастны. Когда человек желает всем счастья, некуда страдать, и он становится счастливым. В этом принцип счастья вообще в жизни. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.